Всем привет, друзья! С вами я, Безверха Татьяна, основатель и директор дизайн-студии ТБ Дизайн и онлайн-школы дизайнеров ТБ Эдюкейшн. Если вам попалось это видео, то вам крупно повезло, потому что сегодня я расскажу вам про 10 антитрендов в дизайне интерьеров в 2023 году. Если что, это не будет из серии очевидного, типа никогда не покупайте дутые диваны и не делайте у себя натяжные потолки. Это будет разбор трендов, которые еще буквально вчера были везде, которые до сих пор выглядят симпатично, но, к сожалению или к счастью, они уже устарели. Поэтому, если вы планируете делать ремонт в этом году, то обязательно досмотрите видео до конца, чтобы у вас потом не было желания сжечь свой новенький ремонт в адском котле. Кстати, у меня на канале уже есть видео про топ-тренды 2023 года в дизайне интерьеров. И вы можете перейти и посмотреть это видео по ссылочке вот тут, ну или по ссылке в описании к данному ролику. А теперь присаживайтесь поудобнее, нажимайте на кнопочку лайк и подписаться, и мы начинаем. Лофтовые и реечные перегородки. Способ деления открытого пространства на несколько функциональных зон при помощи реечных перегородок или при помощи лофтовых перегородок из металла со стеклом был настолько популярен последние несколько лет, что он всем абсолютно приелся. Причем не только дизайнерам, но даже самым обычным домовладельцам, которые на первый взгляд в трендах вообще не заинтересованы. В ближайшем будущем будут куда более актуальны варианты зонирования пространства при помощи мебели, при помощи цвета или отделочного материала и даже предметов декора. Ну а если вам обязательно нужны перегородки, то используйте другие материалы. Возьмите, например, гофрированное или матовое стекло, ткань или что-то еще такое же необычное. Трековое освещение. В прошлое уходят трековые светильники в жилых интерьерах. Казалось бы, это классное решение. Не нужно опускать потолок, можно расположить трек как угодно. Нас концентрировать сначала здесь светильники, потом переставить их на том же самом треке, направить пучок света в ту сторону, в которую нужно. Но на самом деле этот прием тоже всем надоел. Он, во-первых, отсылает нас к стилю лофт, причем даже самые минималистичные треки все равно несут вот эту легонькую отсылочку к лофту, которая практически окончательно вышла из моды. Во-вторых, эти светильники создают визуальный шум на потолке. И с учетом тенденции к минималистичным и лаконичным интерьерам, это становится не совсем уместно. Вместо трекового света можно использовать, например, встроенные светильники, причем не обычные плюшки, которые видно, а гипсовые встройки, края которых зашпаклеваны заподлицо с потолком. Кстати, существуют и поворотные встроенные гипсовые светильники. Плитка и керамогранит с имитацией натуральных материалов. Да, плитка под мрамор это красиво, а особенно крупноформатный керамогранит, причем действительно большого формата, например, метр на два или 120 на 240 сантиметров, имитирующий качественной печатью, обращу внимание, мрамор, оникс или какой-то другой камень. Но, с другой стороны, это тоже всем поднадоело. Я не считаю, что это прям супер-супер анти-тренд, и нужно прям завтра идти и отбить свою плитку под мрамор. Нет, она по-прежнему актуальна, и я более чем уверена, что она будет актуальна еще какое-то время. Но если вы хотите ультра-трендовый интерьер и делаете ремонт прямо сейчас, то вы можете отказаться от нее в пользу монохромных поверхностей. Они не обязательно должны быть гладкими, это может быть текстура, имитирующая ткань, или текстура, имитирующая шероховатость натурального камня. Но, тем не менее, это не будет печать под мрамор или под дерево. Велюр, бархат и его имитация. Велюровые бархатные диваны уходят в прошлое. Они тоже уже долго были в тренде и тоже всем поднадоели. На их место приходит ткань букле, такая похожая на барашка, мелкая белая ткань. Или, например, вездесущая рогожка, которая как была популярна, так и всегда и будет популярна. Но, с другой стороны, друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что тренды в дизайне интерьеров, это вещь, ну, достаточно условная. Больше всего они важны в дизайне общественных пространств. Например, ресторан, он должен быть в тренде. Вот он сегодня открылся, там 3-4 года отработал, а потом с высокой долей вероятности он либо закроется, либо уйдет на ребрендинг. А жилые интерьеры делаются на года, и некоторые интерьеры делаются на десятки лет вперед. И то, что я рассказываю в этом ролике, это остротрендовые вещи. Использовать их, на самом деле, совершенно необязательно. Если у вас не будет дивана-букле, а будет обычный диван в ткани или рогожка, никто от этого не умрет. Но если вы хотите быть супер в тренде, то используйте то, что я вам советую в этом ролике. Ну, а если вы боитесь, что ваш интерьер быстро устареет, если он будет ультра-трендовым, а на самом деле это так, потому что, например, арки, которые все делали год-два назад, тоже уже устарели, то мой совет делать какую-то нейтральную основу, которая всегда будет в теме, и насыщать ее трендовыми вещами, которые легко поменять. Тюль. Использование тюля с плотными портьерами, вариант, который кажется беспроигрышным, но тоже в свете современных трендов он немного устарел. И эту комбинацию может прекрасно заменить просто легкий текстиль на окнах, например, шторы из льна или нутурального хлопка. Также отсутствие тюля визуально облегчит пространство и сделает его более открытым и более воздушным. Если вы вообще не хотите использовать на окнах текстиль, кстати, советую вам присмотреться к ставнику. Объемная мягкая мебель. В последнее время тренд на массивную, респектабельную, мягкую мебель сменился курсом на что-то более легкое, компактное и изящное. Например, сейчас популярна мебель на тонких ножках. Это, кстати, тоже дань уважения ретро-стилю, который сейчас очень в моде. А также мебель скромных форм. Ну а на последних выставках дизайнеры отдают предпочтение каркасной мебели. Арки. Этот тренд держался достаточно долго, и он был очень популярен. Вот эти арки, которые раньше были модными в конце 70-х. Но сейчас он тоже уходит в прошлое, поэтому не торопитесь делать арки у себя в квартире или в доме, если вы только-только приступили к ремонту. Лучше отдайте предпочтение классическим прямоугольным проемам. Шестиугольная плитка. Активный тренд на такую плитку закончился еще года три назад, но ее до сих пор активно используют. Кстати говоря, вместе с плиткой в стиле пэтчер, которая была популярна примерно тогда же. Так вот, эта история окончательно уходит в прошлое. И сейчас шестиугольная плитка это то, что ни в коем случае не нужно использовать в своем интерьере. Вместо этого обратите внимание на однотонный керамогранит, на керамогранит с красивой фактурой, например, имитацией ткани. И, конечно, на формат. Сейчас самая популярная и самая актуальная это плитка крупного формата. Тропический принт. Хотя этот принт еще достаточно актуален, и он встречается на стендах интерьерных производителей, на выставках, и все еще активно используется дизайнерами. Но постепенно он тоже начал сходить на нет. Если хотите быть супер в тренде, то в этом сезоне замените насыщенные яркие тропические обои, либо на аккуратное панно на одной стене, либо на монохромный растительный орнамент. Пудровые оттенки. Пудровые оттенки были на вершине популярности последнюю пару лет. И, конечно, всем уже и приелись вот эти вот мятно-бежеватый розоватый интерьер. В ближайшее время пудровые оттенки станут максимально неактуальными, и их место займут либо монохромные оттенки, 90% случаев это очень сложные оттенки глубокого бежевого, серого, серо-бежевого, молочного и так далее, либо какие-то плотные, благородные, насыщенные цвета. Друзья, надеюсь, это видео было вам полезно, а мемы с котиками вас улыбнули. Если это так, то ставьте лайк, пишите в комментариях, что еще вы бы отнесли к антитрендам, и обязательно жмакайте на кнопку подписки, потому что вы точно вспомните обо мне, Татьяне Безверхой, когда будете делать дизайн и ремонт. Увидимся и на связи! Субтитры создавал DimaTorzok